значит разбомбить это все до равномерного до равномерного здесь можно не бомбить здесь можно просто вот так чуть-чуть придавить красочку а здесь растоптать 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 и начать подкладывать вот эти темноты вот эти темноты по направлению по направлению поднятия волны вот она поднятие по его направлению хорошо давай характер укладка раздавлены что это за странности и как будто первый раз краску держишь правда 3 что-то странное так я же говорю как будто 1 значит сбрить эту как у здесь распределить распределить сделать туманное дымчатое состояние неба давай смотри как правило те кто рисует волну начинают ее увеличивать 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 до без памятства смотри волна зашла за середину да по высоте тут у тебя даже не пахнет этим ты согласна значит волна аж туда зашла вот здесь она идет вот здесь она идет сюда вот эти светлости сначала повынимаешь лоскутками лоскутками повынимаешь мастетином часть темноты оставишь как она там есть повынимаешь и уже на нее будет укладываться на вот эту вышкребность будет укладываться светлотик ну а здесь волну поставить на ее место хорошо и тюбненько значит вот эту густоту не использовать это уже испорченная краска сдать ее туда чтобы она не занимала все место на картине и немножко для себя потому что в эту кашу все что ты положишь будет очень невкусной и значит вот тебе обозначение примерные того что ты рисуешь вот тебе границы этой пены ну и продолжай в том же духе ну смысле в другом духе значит вот это вот не делаем так так она не делается более решительное нападательное состояние падение вот это то есть она у тебя слишком слишком была вертикально более решительная полосатая то есть не до размешиваем кладем и не до размешиваем такое более нападательное видишь да что она несколько нападает здесь наоборот вот по этой траектории но там вроде эта попытка произошла в том числе с рыжим там светик в том числе и рыжий вот оно у нас очень темная полоса обычно у волны вот здесь вот после этого светика вот здесь идет линия не линия а темная мглистая в состоянии волны вот там вода темная и мглистая голубой коричневый даст винят на эту темноту глухую почти как бы бесцветную темноту здесь тоже зелень и поднятие то есть там падание здесь поднятие то есть вот эта траектория поднимающейся волны вот траектория падающей пена вот она живет по этой траектории и у нее есть два проявления свет и тень возьмем например в начале свет чуть-чуть розовизны чуть-чуть желтоты вместо вот этого которая делалась с тобой и делалась не только с тобой все так делают пока не умеют игривый дракончик укладочки игривый и раздавленный смотри какая раздавленная краска раздавленная раздавленная теперь возьмем белый в тени а он синий солнечный день белый в тени синит сиреневит и заслоняя заслоняя освещенный также раздавленную краску укладываем заслоняя освещенный появляется их благородие раздавленное малое количество красочки можешь потренировать это здесь прежде чем пойти в ответственное место да там совсем тоненько нет подрезать потом подрезать вот так взять и подрезать до тоненького и все и делов пустым мастихином пустым пустым смотри пустым и все и все правда а как потом из него в брызги превратить это уже брызги это уже брызги это вот уже брызги потом можешь там немножко кисточкой деликатенько тоненькой дополнить вот это уже брызги вот это вот уже брызги ну для тех кто понимает в брызгах что-то ладно? ну а это так и останется потом да а что оно некрасиво? но оно не похоже вот на это похоже ну если уже очень захочешь это испортить можешь потом кисточкой чуть-чуть потоптать вот в такую идею пустой кистью прям чуть-чуть помять помять можешь чуть-чуть вот так сделать чуть-чуть вот так освещенное солнцем волна получилась здесь на переднем плане тоже раскидаешь особенно границу света и тени потому что без нее мы прямо пропадаем ладно? а вот мне же вот такую вот формулу нужно сделать вот таким лепестком ну и сделай ну пенопорт мне не нравится значит формула укладки такая все остальные формулы ты просто не потянешь кистью вот так выполнить ты просто не потянешь поэтому согласись с этой это очень хорошая формула потом мы ее чуть-чуть доиграем до той меры которую ты хочешь вот так исполняется вот так исполняется потом дополним чуть-чуть вот так оно исполняется этот сиятельный мотив другим способом положить будет трудно вот он то в пользу розового то в пользу желтого наложить эти площадки пенные потом чуть-чуть появится рыхлости пенные кто-то плачет то есть надо бы хотя бы перечислить то что мы видим я перечислила ну понимаешь ты перечислила но я все содрала а как я догадаюсь что ты перечислила и вот вот здесь цельная светлая цельная то есть без особенно без особенных дыр показать эту цельность начать первые синеватые укладывать сюда первые вот такие у меня еще вот это не получилось смотри они у тебя падают туда помнишь я говорил что вот здесь они с большей с большей напористостью там у него напористости мало но вообще то у воды больше напористости на самом деле то как там так не бывает вот эта идея нападающий 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 вот так нападающий полосатин полосатичной а тут у меня только стоячая получалась пена а лежачая никак теневые недолюбливают густую краску показываем эту раздавливаем темнота коричневого с голубым должна 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 быть именно на эту темноту приходят сиреневые по цвету проявления белой пены вот по мере того как я наращиваю вообще присутствие основных пятен становится вообще хоть что-то понятно понимаешь как их вот сюда завернуть сначала мастихинчиком общий характер зигзагов потом потом чуть-чуть чуть-чуть кисточкой подделикатней поднимать то есть они тоже по колесику поднимаются так ну и дальник тоже набери возьми какую-нибудь небольшую кисть и дальник все-таки набери только не делай его очень высоким низко набери чтобы он как бы нет 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 кисти чтобы он немножко придавлен был к этому ну так вздыхаешь как будто тебя на каторгу привели ну зачем тебе же задача научиться а не сдать картину на продажу поэтому давай я выдаю себе краску голубую ну получше пятно но явно делалось не по этой схеме а пятно само по себе уже получше так я это даль пыталась нарисовать ну нормально конечно не хватает сиреневинки там нежненьких цветиков не хватает ой я такой маленькой кисточкой пыталась даль? а зачем маленькая когда там такие большие площади как бы как бы не сами горы можно да вот смотри я сделал небо такого цвета как оно было ну как оно должно быть верни и посмотри во что превратились эти горы да в черные утюги то есть все таки когда ты делала нужно было предполагать что там будет и светлые тоже согласны? может надо было с неба начать да лучше было бы начать с неба нет особенно если бы мы не ввязались в такой кошмар переборов может пока это сырое может сниться кого? нет волна уже хоть какую-то конструкцию имеет а во что перебирать? как будто ты сразу сделаешь лучше нет может что-то круче нет значит немножко поправишь там еще порисуешь эти облака и раздавишь все что ты положишь раздавишь мистихина чтобы оно было дымом потом чуть-чуть выразим дракончиком вот таким дальнее облако немножко поддадим вот этих облаков но сначала высветлишь до того состояния с розовым чтобы поменьше этого зеленого сиреневая даль смотри розовая даль можно так сказать правда? не зеленое а розовое вот это пятно зеленое а над ним пятно розовое у тебя да, счастливенько зеленое с зеленым логично? нехорошо вот с этим безобразием что ты как хочется еще пол убираешь а у меня это не этот цвет? нет разбелив а в прошлый раз так успешно сработало там парусник гладкая волна была парусник вы не нарисовали что у меня случился тоже без этих опор может там кисточка смотри тоже без этих опор ты помнишь кисть она умеет делать червеобразные укладки а здесь нужны порванные лоскутия лоскуты вот такие порванная ткань опытный художник с кистью делает все что угодно потому что он пишет интеллектом а не кистью а в нашем случае нам нужно чтобы сам инструмент имитировал то что имитировал интеллект имитировал интеллект точно ну как компьютер же имитирует наш интеллект мы даже грамотно писать стали но когда этот губок проверяет потом это притемнить потому что там не так ярко можно притемнить но только темнить надо либо сбрить и положить более темно тенечка синенькая синенькая вот такая сиреневенькая синенькая вот она зигзаг не мохнатая вот такое сзади а рваненькая с оранжевинкой вот такое рваненькая не вот тот валик который там был а вот такое частично они нападательны нападательны то есть вот таким вонзанием движутся вот вот хитренькая вот ты здесь приметила что там темнее приметила хотя тут это допустимо а вот то что там не зеленый а розовый не приметила а почему смотри вот он нападательный характер вот то есть он движется вот таким нападением и здесь тоже нападательный не челочка туда а вот сюда нападение вот сюда вот такое нападение и тоже полосами вот такими вот такими свет пробивается полосой просто это же не похоже интересно что ты рассаждаешь всю дорогу мне сообщаешь что это как-то не красиво и не похоже при этом берешь и делаешь еще хуже неистовствуешь камера очень хорошо сможет и как очень такой что и и и что у Призывал тебя, призывал сделать внятную границу. Ну вот, если она сейчас есть, покажи мнению, то есть я там накидал ясную границу, ты ее замусолила и говоришь не похоже. Ясная граница падающей тени. Давай. Прямиком посочетую. Что нужно сделать? Ну, белила хотя бы найти. Ты вот когда хотела, чтобы я пену тебе показала, ты понимала, что я буду белую использовать? Нет, наверное. И приготовила побольше белого. Еще? Ну, вообще, да. Просто покончалось все. А что, белая? Белая, да. Будет немножко есть. Надо выдавливать еще. Тщательно. Ага. Так. Нет. иной. Блин. Белая. Продолжение следует... Ага. Продолжение следует... Кистью это. Уверяю, это просто не получится. То есть, какая-то имитация произойдет, но будет очень некрасивая имитация. И главное, будет видно, кто делал. В том смысле, что будет видно, что делал очень неопытный мастер. Значит, дырочки можно чуть-чуть повыпускать. Вот такими вещами. Вот такими. Внутри этих... Ну, это тоже получается имитация. Есть художники, которые показывают, как они пишут вот такие вещи. Ну, в принципе, мы можем, но я просто знаю, к чему это придет. Кроме истерики внутренней, что ничего хорошего не получается, ничего не будет. Потому что у этой технологии есть трюкачество, а у этой технологии только культура мысли. Культура мысли еще далека от культуры, поэтому лучше не связываться кистевой укладкой с этими штуками. Плюс это еще и долго вырисовывается. А вот так на вырезать, на вырезать, потом чуть-чуть кистью дополнить, потом чуть-чуть дополнить, понимаешь? Не сидеть вот это вот, вымазывать дырку за дыркой. Вот, у всего есть подготовительные этапы. Не все делается мгновенно, но то, что это будет такой грубоватый подход, это да. Вот такой грубоватенький подход будет. От него мы никуда не денемся. Ну, во всяком случае, со мной. И рыхленькость чуть-чуть насадим. Пена это еще и рыхлая субстанция. И она тоже должна прийти. Я понимаю, о чем ты скорбишь. В общем, единственное, что я тебе могу посоветовать, это тогда подобную технологию письма посмотреть с другим художником. Ну, те, которые вот любят вот кистью вымазывать и готовы с тобой погрузиться, пока ты не вникнешь, пока ты не научишься рисовать. Это долгая история. Ну, я не знала, какая. Это долгая история. Вот, я бы все-таки посоветовал тебе немножко попробовать и это, и синюшку. А, ты положила, да, синюшку? Вот теперь пересинила. Теперь пересинила. Ага. Давайте опять сотрим. Да, лучше сбрить. Обе, потому что нам нужно, чтобы это же вещество немножко стало смочить обе, вытереть тряпкой лишнее и пошло-поехало. Весь мир пытается теперь рисовать в такой манере. Но, действительно, как нет кораблекрушения, то вроде и не соблюдено. Это кисточки не хотели. Значит, теперь маленькой кистью начинаем вторгаться и писать подробности. То есть, то, что было тяжело мастихинам в первом сеансе, несколько будет проще решать кистью в этом сеансе. Мутно, малое количество вещества, малое количество. Как раз то, о чем ты... Что ты чаяла. Вот они, вот они. Обогащаем. И ты видишь ступенчатый характер. навязываем. Ступенчатый характер. Если надо чуть больше белил... И вот это тоже все? Сейчас, сейчас. Если надо чуть больше белил, будет более плотно. Чуть меньше белил, будет более призрачно. Мне лучше призрачно, да? И то, и другое надо чередовать здесь. Одна кисть у тебя будет для светлых, другая для темных. Темную мы уже взяли. Другая будет для светлых. И ты деликатненько. набираешь светлотики. Тоже с этой же идеей. Начинаются всякие полутона. Смотри, вот они. Вот они. Пенности усиливаются. И довольно по-легкому. Что касается облаков. Тоже будет довольно легко работать с идеей облаков. Поскольку вот оно. Ничего снизу не потревожится. Только сверху наполнится. И если не дополучится, стерло и снова предприняло. Давай. Насыщай и эти, и эти места. Ну и здесь, поскольку ты здесь больше всего огорчалась, здесь начнем упаковку. Упаковочку уже прорисовывательную. и она больше уляжется. Уляжется. Можно чуть-чуть. Ты с рябкой протерла, да? Вроде да. Можно чуть-чуть не вот так сбривать, а просто вот так придавить немножко эту фактуру. Чуть-чуть придавить ее, чтобы вот эти вот торчалки не сильно кричали. Краска еще сырая была, поэтому чуть-чуть ее, ну такая под коркой краска. Поэтому чуть-чуть ее можно вот так попридавить. Более окладисто будет. Ты видишь, да? То есть, как вариант добавочки можно и такой. И тоже начинаем укладывать, вырисовывая немножко вот эти островочки. Островочки. Хорошо? Давай так. Надо чуть плотнее с белильцами. Белильцы дают плотность, ты видишь? Плотность дают. А вот тут более голубей, да? Синюшные вот эти штучечки. Возьмешь вязку, сухо и чуть-чуть порисуешь вот эти закрутелики. Чуть-чуть закрутелики, да. Поищешь красивый сюжет. Не дополучился в каком-то месте сюжет. Вытерло и еще раз предприняло. Ага. Практически все одинаковые. Здесь у основания они чуть потолще. Смотри, у меня на кисти ни ком краски, ни ком, а почти почти нет краски, что дает возможность сделать вот такие призрачные и прозрачные звуки. У тебя был ком, который давал только большого толстого жирного червя. Смотри. Согласна? Застрела кисть, взяла на кончик меру малую, ее там и не видно, и эта малая мера прекрасно справится с задачей, не преувеличиваем количество. То же самое пройтись и здесь, посоздавать эту решеточку. которую ты делаешь просто зигзагинку, а я плету плоскость, которая порвав ткань. Смотри, плоскость. Это плоскость, которая имеет вот это направление, я его плету. То есть основная масса проявлений должна, вот этих порванностей, должна показать вот эту идею. Так же, как здесь, ближе, здесь уже ближе. То же самое, не то. Смотри, зигзаги вот такого характера, по плоскости зигзаги. Зигзаги по плоскости. у тебя зигзаги не подразумевают вот эту плоскость. Не подразумевают. Ты согласна? Да. Вот оно лежит. Вот оно порвалось на плоскости и лежит. Здесь лежит в другом направлении, но тоже лежит то островочек большой, то мелкий и тоже все лежит. Все лежит, все выстраивается в лежачую плоскость. В лежачую. Здесь чуть-чуть устремляется туда. Тепленькости не хватает освещенным местам. Не хватает оранжевости. Я вот тут покраюшку чуть-чуть орать. Хорошая. Собрать их в эти зигзагинки. Собрать. То есть где-то крупный лоскуток остался, где-то мелкий, чтобы не было одинаковой решетки. Где-то крупный кусок, мелкий. Где-то мелкий. Ты согласна? Слишком одинаковый нарезанность. Слишком одинаковый. вот не единственное тут прям рыжий огненный. Я сюда не решилась везти. Ну, давай хотя бы попробуем. Если ты видишь огненно-рыжая, давай хотя бы попробуем. Может посветлить? Смотри, отсюда начинаем путь от синего и смотрим насколько это уместно. Насколько это будет уместно. Мы малую меру, смотри, какую малую меру задействовали вещества. Поэтому нам трудно сделать принципиальную беду. отсюда наверное желтенькую надо, да? Можно, можно, да. И ушла в синенький. бирюзовенький где-нибудь задействовать можно. Вот, можно аж в такую меру сделать эту нарядность прозрачную. И чуть-чуть с рыжинкой с рыжиночкой синий. Не откровенно синий, да? С рыжиночкой, с розовиночкой. Вот эту идею. Давай, сделай. Здесь тоже. Вот эта шершавинка нас не доустраивает. Дополним это цветиками. толкнем еще раз. Дополним количневый, к зеленому можно добрать для темности. И идею падательного, закругляющегося. сейчас доуложим. Потом кистью чуть-чуть начнем разработку пятна. Это считается доуложили или повырвали? Сейчас, потом начинаем доработку пятна. Чуть-чуть наполняя полосатостью. пустой кистью пустой можно добрать такой немножко объединяющий характер создать. Вы прям по темному захватываете. Пошел у нас там все равно нерешенный кусок. Поэтому мы пока так, а потом дополним. Все равно задник еще писать. Деликатненько вгонишь светлотики. Раньше времени окончания не делаем, потому что нам еще нужно доуложить. А вот тут такими точечками делаются? Ну, сначала задник. Сначала задник доуложить, потом точечки. вот они наши пеночки. Я бы вот эту тоненькую линию немножко усложнил ступенечки. А здесь уже начала, да, чуть-чуть? Ступенечки. Ступени падающие. Падающего характера. Ступени. вот такие ступенечки. Пена это вот такие ступени падательные. То есть их создаем. Ступенчатый характер. ступенчатый, а вот кудрявенький еще. Кудряв, кудряв, но ступеньками. Кудряв чуть-чуть. Чуть-чуть кудряв, но ступенчатой. Хорошо? То есть ступень, 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 малая какая-то ступень, но пусть тоже ступень. Так, вот эта синька несколько соединяется синька несколько соединяется с этими линейками. Хорошо? Смотри. Уже разнообразие, правда? То оно было только расчерчено, а теперь оно еще и собралось между собой. Где-то опять ступенечка более светлого. Ступенечки. Давай в таком ключе. А вот поверх вот этого уже можно еще укладывать можно. Как бы укладыватель. Мало того, смотри, как только ты наложишь эту укладывательность, можно тоже кистью ее придавить, она будет более окладистая. Ну, когда будет, что придавить. Более окладистая будет. Смотри. Вот она. Нет, фактуру смотри, я чуть-чуть сбиваю, появляется во-первых, немножко движение, вихрь появляется, а во-вторых, фактура усаживается. Давай, на свету. Вот сейчас это равенство налицо. Даже сейчас предпоч... теневая больше прописана, чем световая. Должно быть категорически наоборот. Смотри, вот здесь оно категорически наоборот, но здесь и ситуация другая. Но, тем не менее, почему там это красиво? Потому что теневая вообще как будто и не тронута. Просто огромный черный кусок. И это звучит, а выписанная теневая не звучит. Что он сделал, чтобы не выписывать теневую? Сделал максимально бледными вот эти вещи. И сделал их крупные дырки, чтобы они никак не кричали по сравнению со световой. Я выберу это. Крупные и глуховатое пространство. Как там синька в тени. Чуть-чуть только мигнуло. А здесь прям порисовано порисовывают. Значит поубирать эту высоту. А поубирать сверху темным? Нет, конечно стоит стереть и усадить. Чтобы удобнее это сделать, можно поступить так. Взять вещество темного. взять вещество темного, подсадить его туда и вписываться в него. Оно в силу того, что оно там будет валяться, оно не даст кричать синему цвету. можно на граничке чуть-чуть дать даже стеклинкой такой. то есть когда ты будешь вписываться в тонкий слой, это же тонкий слой вещества. Вот смотри, совсем почти не будет различима. Плюс еще и крупность сюжета, крупность этих дым. Хорошо? Вот она. Вот жизнь теневой, жизнь световой со всеми подробностями и прочее. Желательно не оставлять вот таких мест, тем более картина в целом у нас уже почти решенная, не оставлять таких мест некрасивых. то есть даже если ты решила там пока не выписывать, но некрасивыми их не создавать. Хорошо? То есть чуть-чуть адаптировать к тому месту, в котором ты участвовала. облака сейчас тренировалась. Так, облака. Какие ошибки? Очень гористые облака. Я там просто смотрела как гора. смотри, красиво, когда облака прижимаются к линии горизонта, создавая идею ухода. И там они прижаты. Ты естественно уточняя росла в размерах и доросла до потолков. Ну вот в этом месте до потолка. Да, но в других местах не до потолка. Оно то смотрится цельным массивом. Поэтому ну и плюс не хватает витиеватости. Уж очень простые куриные лапки вот такие. Нам нужна витиеватость. все-таки они должны стать чем-то богатым по силуэту. По силуэту богатым чем-то. Это можно было пальцем делать, но можно сначала насадить вещества, а потом домоделировать пальцем. И более сложную конструкцию, более сложную. Уж очень она простецкая. Должны быть эти зигзаги, зигзаги. Согласны? То есть не колбаса, колбаса, даже если кажется, что там вот так. Оно не должно быть. Оно должно быть аритмией. сверху можно обчикивать и снизу добавлять. Хорошо? Значит, стереть и еще раз попробовать. Можно еще было бы чуть-чуть теплоты подсунуть нижней части. потом прописать. Да, а горы сверху на этот. Сейчас можешь захватом гор это делать. То есть можно что сейчас совершить? Тонкий слой вещества уложить. То есть вот эта разбеленность. Можно и голубой чуть-чуть навстречу, но тонкий слой. Потому что в тонкий слой будет как бы сподручнее укладывать. Но можно и так не делать. Сподручнее укладывать, раздавливать, адаптировать. В этот тонкий слой оно вкусно адаптируется. А еще высоту делать нет? Самое главное, чтобы идея облаков прижалась к линии горизонта. И горы прижались к линии горизонта. Это дает простор. Поскольку у нас волна, мы не горы рисуем, а у нас сзади просто дальний план, то прижатое его состояние дает ощущение километров пространства. Хорошо? Давай. А вот с этой пеной немножко встало? Напрасно. Сразу видно, что это просто покрашено сверху. Что это не является частью цветовой истории этого. Вот так лучше. Правда? Да. То есть если что напачкало, напачкало, а потом прошлась по нашим белильным островам и сбила. Будет логично. Ну, как ты вот напачкала. Уже объемно. Смотри, краска позатекала в промежутке. Краска обладает возможностью затекать в промежутке. вот насадила. Вот расчистила. Ты понимаешь? Усложняется фактура пятна. А потом еще где-то дополнила кистью, где чувствуешь невкусно. Ты видела? Очень просто испытываю. Ну, не знаю, знала ты это или нет. Нет. Вот. Нашвыряла и зачистила. Фактура усложнилась. Можно и синечку так чуть-чуть поподбрасывать. И она тоже зайдет. И вот выявилась фактура. Такая старинность письма появляется. Так. Ну, там робкий человек делал. Ты же помнишь? Так делал не робкий. Все, все, все. так. нам, конечно, не выгодно, чтобы эти два света спорили. Поэтому лучше в той тишине, которая была. Не выгодно. у Продолжение следует... Сюда, к низу, горы обычно чуть светлее. У них... Ну, там эта дымка воздуха создает светлость именно к низу. То есть силуэты чуть повыразительнее, а к низу здесь дымочка сидит. И там это тоже есть. А это даже можно уже знать наизусть. То есть это вещь, которую художники и на натуре наблюдали многократно, и посмотрели на других картинах. Ты видишь, как выразительно, да? Более смуглый край и более рассеянный светлый низ. Причем тоже пока краска высохла, когда высохла, очень легко все это манипулировать. Потому что чуть что снял, еще раз накалякал. Продолжение следует... Прямо вписывается одно в другое. Вписывается одно в другое. Потому что ты еще с Далью, наверное, не часто работала. А Далья на сиреневит-синит. И тут сначала накидала это. Мы же не напрасно, ты помнишь, мы вначале все синим делали, да? Вот такое все. Синенькое, сиреневенькое. В него чуть-чуть вписало цвет. Все, готов. Бель-бель-бери. Теперь сюда приходит рыжий в контекст, в атмосферу, в среду синего. И все, и красота. И он перестает быть кричащим, он становится частью дальнего плана. И там подробности какие надо. А вот этот не нужно? Ну, тюлька, и почему не нарисовать? Можно. Как он сокает, мы не сможем себе развалить. Все это начинает заслонять цвет воды дальнего плана. Потом туда чуть-чуть, чуть-чуть этих... Лодочек подзагнать. Но в данном случае уже бережемся от слишком густоты. Вот такую малую меру. Нашвырять, нашвырять. Чуть-чуть понашвырять. Вот такое небольшое число вещества. Плюс немножко беличонников. Чуть-чуть можно успокоить такие вещи. И тут можно успокоить. Вот так вот, тюльзи здесь какой-то. Ну, в малую меру звучание холстом допустимо и даже красиво. Вот когда оно чуть-чуть где-то, то это даже красиво. Ну давай, что-нибудь такое. Так, а теперь чего мне? Белую пену делать? Такие вещи заканчиваются плохо. Это трудно вырисовывать. Это надо наращивать опыт рисования. Я рад, что ты с этим столкнулась. Я думал, после того, что я как-то... Какие чудеса, так и говорили, что в иконописи... Я думал, что вырисовывание этого тебе тоже дастся. Нет. Но, как и следовало ожидать, нет. Смотри, там есть крупные, мелкие. У тебя все однородные, да? Да. Ты боишься, ты даже это чертишь буквально пополам. Пополам и пополам. Смотри, ты все чертишь, аж крестники станешь. Ты сеточку пытаюсь вот такую сделать. Неоднородный ход мысли. Он главен. Вот смотри, вот они собрались в стайку. Вот стайка. Вот стайку собрать этих всех ребят. А где-то отдельные. То есть должны быть островочки и... А как теперь вот эти вот штучки сделать правильно? Очень неравномерно должно быть. До свидания. Спасибо большое. Пока счастливенько. Спасибо. Спасибо. Что, маленького нет? Нету маленького. А, с деревянной ручки. Главное, чтобы было неравномерно. Не пополам их как-то... А неравномерно. И опять же, этот лежачий характер. Лежачий. Всюду этот лежачий характер. Лежачий. Зигзаг лежит, а не стоит. У тебя несколько мест было вот такого характера. Вроде старались делать... Смотри, как этот коврик здесь хорошо цельностью своей лежит. Чтоб не все было дырявым. Чтоб не все стало дырявым. Логично? Логично? А то все дырявое, дырявое, дырявое. А где же ты замашил? Ничего. Вот я сзади сделала, но без вас побоялась пену. Ладно. У нее только кисти надо? Ну да. Теперь деликатенько. Можно взять вот что-нибудь такое. Крупное. То есть не мелкую кисть, а как раз крупную. Потому что у крупной кисти большие возможности делать много. Спасибо. Ну, либо еще меньшее количество краски и еще деликатнее. То есть это я, конечно, грубо положу. Меньшее количество краски, тоже с рыжиночкой. Можно вытирать. А вот повторить по этому, чтобы уменьшить. Смотри, дымить чуть-чуть. А вот чтобы вот тут уменьшить, можно сухое, да, сделать? Сейчас, сейчас. Можно по-сухому просто пришкурить это пятно. Или вот так отогнать. Вот так. Вытираем периодически, опустошаем кисть от краски, и вот такой челочный характер. Смотри, смотри, что надо, формируется, вот, ну, чтобы она не была одинаково вдоль всего, где-то есть эти штучки, где-то их нет, то есть сбить, хорошо? Ну, чтобы она не вдоль всего, в охране. Вот дальше. Спасибо. 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 Спасибо.